продолжение продолжение ролика предыдущего обещал несколько серий выпустить вот вам вторая обещал много чего интересного рассказать очень много интересных комментариев поступило я отвечал очень мало кому но прочитал наверное на процентов 80 прочитал думаю что сейчас видос получится интересный потому что буду дополнять то что я сказал в первом видео скажу пару ответов на комментарии наверное основной тема этого видео будет я обещал вам рассказать сколько за этот рейс я получу денег сколько будет грязью сколько будет чистыми на выходе очень многих волнует этот вопрос и раз волнует значит надо отвечать кто смотрел предыдущее видео то знает что я взял три груза из санкт-петербурга в ростов и 2 краснодар кто не смотрел видео советую вам по ссылке в описании перейти посмотреть будет подписано первая часть я там начал говорить за деньги но точно забыл подзабыл сколько какая ставка по деньгам было и соответственно чтобы вас не обманывать решил переложить это на следующую серию сейчас я освежил свои знания посмотрел заявки и получается три груза у меня стоят один сто пять тысяч рублей второй груз 67 тысяч рублей третий груз 53 тысячи рублей получается у меня с трех грузов получается у меня 200 сейчас скажу сколько немножко ума вычислительных операций получается 223 тысячи рублей если быть точным 223 650 получаю я эти деньги за три загрузки соответственно за три выгрузки и соответственно за пробег который был между точками а и б пробег между санкт-петербургом и городом краснодар где-то 2200 километров но я буду делать небольшой крюк в ростовской области вот именно сейчас я его делаю и я поеду не в сам краснодар последнюю точку загружать а чуть-чуть за краснодара по славянск на кубани соответственно там тоже будет немножечко немножечко лишнего но и по самым грубейшим подсчетом меня на круг получится где-то 100 рублей за километр может быть 95 рублей за километр по поводу дальнейших расходов многие задаются вопросом рентабельно ли сейчас ездить и стоит ли брать машину очень многие особенно водители категории е задаются этим вопросом и пытаются понять а стоит вообще вылезать из-за руля в качестве наемника и брать свой автомобиль и на нем работать сейчас расскажу куда уйдут основные деньги статью расходов с этого рейса и на выходе посчитаем вы поймете сколько получится чистыми денежек сколько я заработаю наверное основная статья расхода это топливо это надо далеко не секрет что дизельное топливо является таким серьезным скажем фундаментом который забирает из вашего так называемого вот этого конструктора так скажем расходов деньги и посчитав наверное мои расходы на топливо вы сейчас удивитесь я тоже немножко удивляюсь получается что пробег у меня где-то 2200 2300 километров будет то есть считайте сами 23 раза по ну как я считаю на 100 километров расход то есть получается 23 раза надо умножить на 40 литров 40 литров у меня расход на 100 километров сейчас про форс-мажоры расскажу вам чуть позже объясню почему такой расход и вы поймете почему 30 литров превращается в 40 но считайте сами получается 23 раза умножьте на 40 получится где-то давайте округлим большую сторону чтобы не было там вопросом что ты там где-то 100 километров потерял давайте посчитаем 1000 литров одну тонну топлива на этот пробег считать его буду по 50 рублей за литр потому что именно по такой цене я залил дизельное топливо на заправке тот нефть точнее с заправки тот нефть залил дизельное топливо так будет правильное получается ровно 50000 мы откидываем на дизельное топливо и получается что наши 226 тысяч рублей превращаются уже не в такую красивую цифру нужно взять и поднять 50 тысяч рублей следующая также серьезная статья расходов это платные дороги потому что все таки я сторонник что амортизация машины на бесплатных дорогах намного больше выйдет потому что разгоны торможения износ колодок всех узлов агрегатов повышенный расход топлива опять же всеми любимый платон еще присутствует соответственно лучше ехать по платным дорогам и где позволительная цена на платке я стараюсь ехать по платкам и давайте так заложим опять же по максимуму у меня выйдет по факту тысяч 15 но это выйдет со всеми скидками которые применены на данный проезд что-то ветер чем дальше тем больше двигался я по вот такому транспондеру кстати говоря который соизволил сломаться он больше не считается антеннами мне приходится подъезжать в оплату наличных и либо вот этот штрих-код считывают вручную либо вот этот под циферной и оплата проходит с транспондера но так скажем не бесконтактным методом с учетом того что у меня там применила скидка 15 процентов то на выходе у меня где-то платной дороге обойдутся в 15 тысяч рублей если вы поедете без транспондера то у вас будет еще 18 а то и 20 соответственно от той красивой суммы 226 тысяч рублей минусуем вот эти фазан побежал минусуем еще 15 получается уже красиво но не так дальше дальше у меня есть платон кто-то спрашивал что почему платная дорога и платон это не одно и то же вот у нас в россии сделано так что платон это платон это оплата федеральных дорог оплаты дороги это платной дороги единственное что на платной дорогах платон деньги не берет но опять же двигаюсь я по платным дорогам процентов на 60 70 30 процентов вложиться на платон соответственно если посчитать от пробега 2300 километров то где-то условно 500 700 километров мы двигались по бесплатным альтернативным трассам соответственно умножьте давайте 500 километров умножим на 3 рубля 20 копеек за километр и получится у нас без малого еще почти 2000 рублей хотел бы напомнить всем что в феврале месяце мы разыгрываем среди наших подписчиков самый навороченный держатель для смартфона это новинка от компании ibox держатель для смартфона называется ibox tron i8 это самый топовый держатель во всей линейке держателей который выпустил ibox помимо того что он выполняет свою основную функцию как держатель телефона он еще и выполняет функцию беспроводной зарядки для тех у кого современные смартфоны которые поддерживают функцию беспроводной зарядки это я считаю очень удобно просто ставите свой смартфон зажим он у вас автоматически закрывается и начинается зарядка зарядка у него высокоскоростная зарядное устройство мощности аж до 15 ватт то есть телефон зарядится очень очень быстро кабель type-c 3.0 версии так что все способствует быстрой зарядки для того чтобы быть участником розыгрыша и выиграть данный держатель для смартфона нужно быть всего лишь подписчиком трех наших сообществ это youtube канал новгородский медведь это группа в телеграме новгородский медведь и сообщество вконтакте под названием автоберлога все ссылки на данные сообщества есть в описании под этим видео нужно также быть активным зрителем участником нашего канала ставить лайки писать комментарии тогда вы обязательно выиграете в конце месяца мы подведем итоги вы получите свой айбокс трона и 8 это небольшая сумма но мы ее все равно будем считать потому что это статья расходов дальше у многих налоговая система обложения упрощенка и не понимаю тех людей кто работает на упрощенке есть возможность работать по патенту возможно запишу отдельный ролик но не сейчас если раскидать стоимость патента на этот мерседес на 12 месяцев то получится что среднем патент стоит это 30-40 тысяч в год поделите на 12 месяцев и раскидайте на месяц на и на количество перевозок опять же это небольшая сумма но доложив ее вы вот эту красивую сумму еще немножко уменьшите считаем по честному считаем все поэтому собственно говоря я считаю следующая статья расходов это амортизация автомобиля потому что вы делаете то соответственно износ идет потом нужно поменять будет масло фильтры там топливный воздушный сепаратор там еще какой-то я уже забыл все это делится на несколько рейсов потому что то делается на этой машине где-то раз 25-30 тысяч километров если посчитать сумму разделить на количество пробега и поделить на количество рейсов то среднем амортизация автомобиля будет где-то 5-8 тысяч рублей это я закладываю по максимуму это только над его ремонт и считаются отдельно вне так скажем вот этого моего амортизационного графика я вот не знаю как вы меня слышите ветер просто безумствует это поспособствовало просто катастрофическому расходу на такой здоровой машине как паровоз высота моей сцепки 405 длина моей сцепки 20 метров без 40 сантиметров это все очень пагубно сказывается на расходе плюс у меня не совсем пропорционально разложен груз как бы хотелось и в прицепе лежит 10 тонн почти а в морседесе лежит тонны 3 это конечно же тоже нехорошо сказывается на расходе поэтому к сожалению ветер мешает не только качественно снимаете записывать звука еще и мешает зарабатывать денежки дальше из непредвиденных расходов непредвиденные расходы у нас также довольно таки существенные потому что в этом рейсе у меня взорвалось аж два колеса которые совсем недавно были поменены такое случается редко когда на спарке сразу два хлопают но в моем случае получилось что взорвалось внутреннее колесо дальше ошметками внутреннего колеса намотала кронштейн на это колесо и кронштейн просто-напросто в одном моменте ежесекундно разбортировал наружную покрышку прежде чем я успел остановиться и соответственно два колеса вышли из строя хорошо а варком стоял уже в общем как-то так я приехал самое интересное что это две покрышки одна новая вторая как новая но не новая но нормальная была вот так я приехал сейчас главное чтоб тут не разлупили нас страшное дело так стоять а короче будем менять колесо второго нет одно спустя наверно час может сейчас небольшим поставили на запаску запаска конечно не актив здесь сказать даже шах очень активно даже крышка ступичная улетела обычно сейчас вот в таком состоянии поедем кстати интересно пока мы стояли помимо этой скани со взорванным колесом еще volvo подорвалась там за что-то короче заколдованное место на педаль мы уезжаем делов не будет под замахался мальца на специфика работа два колеса обошлись мне душных в 12 тысяч рублей одно колесо было 5000 второе 6000 рублей и снять поставить на место но услуги же на монтажа это еще 1000 рублей то есть 12 тысяч рублей вычитаем из той красивой суммы продолжаем подсчитывать дальше ремонт и я заложил в отдельные расходы потому что машина бы уж на я считаю что стандартное амортизационное отчисление на ремонт а я могу конечно посчитать но все таки я решу заложить больше потому что сейчас у меня в рейсе возникли проблемы опять с тормозами временно устранил проблему не до конца но это потребует опять же хирургического вмешательства что-то нужно будет новое купить что-то отремонтировать старое заплатить за апартаменты где будет производиться ремонт делать его буду сам но тем не менее гараж тоже стоит и те люди которые будут помогать делать ремонт тоже зарабатывают свои деньги соответственно давайте максимально быть честными и отложим из этой суммы еще деньги на ремонт и предлагаю в среднем заложить наверно тысяч двадцать пять потому что рушная машина все-таки постоянно требует вмешательства в ее узлы и агрегаты и отчисления больше чем по норме но я так сделал на выходе мы получаем не считая зарплату водителя получаем мы уже не такую красивую сумму и это мы еще не посчитали кредитный платеж потому что мы же с вами говорим о том что автомобиль 1 коммерческий грузовой да и 2 3 без каких-то сторонних вливаний денег взять нереально потому что вот такая сцепка стоит сейчас в районе пяти с половиной тире 7 миллионов в зависимости от технического состояния то есть даже 5 миллионов достать откуда-то ну я не знаю у рядовых граждан в том числе у меня не получилось просто так с полочки поэтому пришлось брать кредит как я уже говорил в одном из ранее роликов соответственно из этих денег еще я оплачу кредит соответственно на выходе остается все меньше 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 и меньше и дальше если положить еще заложить в стоимость расходов зарплату водителя если как многие хотят посадить водителя то посчитайте что на таком паровозе зарплата будет среднем 10 рублей на километр и 700 рублей суточно это я заложил очень хорошую зарплату мало кто сейчас из частников только денег платит но для того чтобы у вас водитель работал нужно платить хорошие деньги соответственно если категория сейчас ездит где-то в среднем 7 рублей за километр 700 суточные оплата стоянок и различных расходов на машину то паровоз уже у вас денег возьмет намного больше фонд зарплаты водителя соответственно откиньте еще вот такую достаточно неплохую сумму на зарплату водителя и дальше вы получите на выходе возможно ту сумму которую вы не хотели бы получить то есть вы хотели бы получить больше по факту у вас получится меньше но опять же данный рейс делается из расчета где-то 45 дней соответственно в месяце у нас условных 30 дней работаете вы максимум где-то 20-25 дней в идеальных условиях остальные дни у вас уходят на ремонт и на простое запланированные или не запланированные на выходные водителю соответственно где-то греха то и не надо таких рейсов получается в среднем где-то наверно 5 максимум 6 то есть опять же это идеальные условия если начнутся поломки если будут плохие погодные условия будет что-то еще препятствовать идеальному заработку то ну считайте наверное по-честному 4 рейса таких и распределяйте ваш кредитный платеж на 4 таких рейса то есть если к примеру у меня было 226 тысяч рублей грязью стоимость перевозки в одну сторону то соответственно из этих денег я должен еще отсчитать четвертую часть своего кредита то есть получится что сто сорок тысяч рублей вам нужно разделить на четыре части и это будет где-то в среднем 30 ну наверно две тысячи рублей с половиной то есть опять же еще из этой суммы вычитаем стоимость кредита на выходе у вас получается совершенно правильно большая дуля кто-то скажет что а нафиг вообще такие перевозки нужны да но это мы с вами посчитали рейс в тухлый месяц в очень тухлый месяц если взять примеру аналогичный рейс в январе месяц это там было не двести двадцать шесть тысяч рублей за три груза в одну сторону было два груза за триста тридцать тысяч рублей соответственно здесь уже больше чем 100 тысяч рублей разница соответственно цифры здесь уже немножко другие буду то есть сейчас приходится работать я считаю что конечно 95 100 рублей за километр это не совсем маленькая сумма для такой машины но хотелось бы лучше и в основном бывает лучше но опять же как можно с вами обсуждали тухлые месяца их никто не отменял и сейчас реалии таковы что из двухсот двадцати шести тысяч рублей мы получается вышли вот все то что я вам рассказал думаю что особо внимательно будет наверное полезно посчитать на калькуляторе написать в комментариях сколько за этот рейс медведь получит чистыми на выходе и дальше наверное удивиться может впасть шок может быть обрадоваться я конечно считал по максимуму опять же за рулем я сам нахожусь то есть я не считаю себе зарплату водителя то есть а еще забыл момент что опять же логист бухгалтер я сам то есть опять же это мои затраты времени сил знаний о многих не получится исполнять роль и логиста и бухгалтера заниматься одновременно бухгалтерией ремонтами искать грузы и очень все вот это вот делать одновременно у многих не получится заложите еще что за двухсот двадцати шести тысяч рублей вы еще процентов 10-15 отдадите своему логисту если считать скажем так условную зарплату за месяц то вам тоже нужно будет раскидать с ваших рейсов стоимость услуг вашего логиста который будет за вас подписывать заявки делать акты выполненных работ отправлять ездить оригиналы связываться с водителями это да и т.п. и конечно же на выходе если все вот это заложить и посчитать многие наверное скажут да ну нафиг эти перевозки я пойду лучше на завод отпашу смену 12 часов заработаю свои 35 50 тысяч рублей каждый вечер я буду обнимать свою жену смотреть на своих ребятишек и наслаждаться жизнью не знаю зарабатывать на пенсию до которой многие работники заводов к сожалению не доживают потому что работа там не из легких здесь работа тоже не из легких но здесь я все-таки своего мнения не поменяю здесь можно заработать если знать как если соображать хотя бы вот на чуть-чуть и немножко нужно крутиться тогда что-то у вас получится решил я вам это рассказать для того чтобы вы наверное сделали какие-то выводы в своей голове многих очень интересует вопрос заработка и все хотят дотошно знать кто что за сколько работает мало кто озвучивает цифры я сам наверно впервые говорю на сто процентов то как происходит работа опять же выбрал я специально не идеальный месяц выбрал я очень тухлый месяц специально для вас не самый плохой рейс в условиях тухлого месяца но реалии таковы что от ваших денег откусывают все кроме вас последнее время на дорогах российской федерации да и не только на дорогах россии количество дтп увеличивается как вы понимаете что если количество дтп увеличивается то нужно защищать себя и свой автомобиль чем-то надежным а что-то надежно на дороге это хороший видеорегистратор а хороший видеорегистратор можно купить где все правильно у компании айбокс потому что это лидер продаж на рынке видеорегистраторов радар детекторов и другой электроники у них перейдя по ссылке на сайт вы можете найти самые крутые видеорегистраторы в зависимости от ваших финансовых возможностей купить под свой запрос тот или иной девайс и пользоваться наслаждаться также хотел бы отметить что компания айбокс постоянно работает в том числе и над новыми прошивками для их устройств и вот совсем недавно вышла новая прошивка на один из регистраторов там добавили улучшенное детектирование камер настроили работу кей диапазона также добавлено 60 кадров в секунду улучшено качество видео появилась короткая озвучка теперь не только женская еще и мужская ну и настроен очень много различных параметров так что как вы видите компания бог заботится о своей продукции о своих клиентах постоянно выкатывают какие-то прошивки главное вам не забывать их обновлять так что обязательно переходите по ссылке пользуйтесь только качественной и проверенной продукцией такой как предоставляет вам компания айбокс я еще не до конца раскрыл тему налогового отчисления с этой перевозки но если вы будете работать на упрощенке заложите 6 процентов от двухсот двадцати тысяч рублей вы получите еще какой-то вычет определенный причем довольно таки немаленький то есть если посчитать 10 процентов для упрощения реальности то получится аж двадцать две тысячи шестьсот рублей понятно что 6 процентов это в половину меньше но к сожалению на этой машине коленкой джойстик включать не получается приходится одновременно держать коленкой руль а правой рукой переключать уже джойстик на понижение соответственно еще определенный минус то есть это рублей двенадцать рублей это на сленге водителей жаргоне тысяч двенадцать тринадцать вы еще заплатите нашему государству и даже мне интересно самому сколько на выходе у вас останется конечно же у вас сколько то останется кому-то это понравится кому-то нет но еще раз повторюсь правда жизнь она такая по поводу сложности еще дополнительных вот сейчас которые я испытал это форс-мажоры в связи с тем что у меня подорвались колеса то есть я потерял достаточное количество времени это я еще очень быстро сумел устранить у меня была запаска я достаточно быстро нашел колеса аж две штуки бы ушки я довольно быстро ночью поменял колеса где-то за час времени я потерял ну потерял конечно с учетом установки запаски с учетом того что скорость передвижения была снижена с учетом того что потерял я время на заезд на шиномонтаж в городе двери поторвался я в новгородской области на своей земле все это заложилось на время доставки соответственно началось ускоряться дальше у меня еще были проблемы которые требовали устранения по тормозам еще я часа полтора проковырялся дальше что-то еще я там где-то потерял время и получилось так что мне сегодня пришлось поехать аж в час 30 ночи чтобы я сумел и успел выгрузить вот тот груз который я сейчас еду выгружаться и вчера я также спал достаточно мало где-то наверно с 3 часов ночи до 10 утра такое не всегда бывает то есть не каждый рейс у вас взрываются колеса не каждый рейс у вас проблемы с тормозами происходят но я вам говорю как есть обещал рассказать весь расклад чистую правду я обнулил спидометр перед тем как выехать там будет честный пробег честный расход топлива с учетом вот такого бешеного ветра вот даже медведя пришлось пересадить потому что снизу через стекло ему уже продувало задницу и я подсадил его на радар-детектор и он сидит греет задницу на солнышке шутки шутками но ветер сыграл злую шутку и 10 литров на каждые 100 километров у меня расход вырос на 10 литров соответственно на весь пробег умножьте 23 на 10 литров получите вы 230 литров умножьте их на 50 рублей за литр и у вас получится почти 12 тысяч рублей это за бережок это опять же небольшая сумма в условиях таких больших сумм которые вроде как звучат так на словах так скажем но опять же это непредвиденное обстоятельство которое нужно учитывать по поводу дальнейшего продолжения рассказывать про этот рейс в прямом эфире так скажем в моем прямом времени как я сейчас еду будет еще третья серия будет еще четвертая серия и пятая я там расскажу очень еще много полезных нюансов которые вам как будущим перевозчикам возможно пригодятся это правда которая может вас как сказать может вас она полностью отвлечь от мыслей прийти сюда она может это правда вам раскрыть глаза на то что придя сюда вы столкнетесь такими реалиями и может вам сделать полезную вещь то есть вы можете все это посчитать сесть на бумажки расписать по моему рейсу прикинуть понять и я думаю что для кого то это будет очень полезная информация особенно кто вот вот на стадии того чтобы сюда прийти именно в сферу грузоперевозок не как водитель а как руководитель то есть к слову водитель нужно сначала добавить слово руку водитель все-таки вы становитесь руководителем на вас наваливается огромное количество дополнительных новых обязанностей ответственности особенно если у вас машина не одна а несколько и на них уже двигаются водители то есть все это все это все это ложится на ваши плечи так что имейте ввиду обязательно посмотрите первую серию я очень полезной информации там накидал много дальше последствии смотрите третью четвертую пятую серию по этому рейсу и думаю что один мой рейс закроет множество ваших вопросов и вы поймете что не все на ютубе говорят правду по поводу грузоперевозок в конце ролика хотел бы вам сказать что по ссылке в описании можно перейти на канал моего товарища директора дороги посмотреть его замечательные ролики если вам понравится то задержаться у него на канале в виде подписчиков и продолжать его смотреть на этом уже точно все жду вас в следующей серии всем пока до встречи по